...берут такие моменты, что ему, например, Великий Царь бросал вызов, а что делал Кристос? Знаете, убегал. То есть это самое большое расскорбление. Пора выходи ко мне на бой! Смотри, не очень прекратилось и убежал. То есть он так, а почему? Потому что, конечно, мы с вами боговам. Я говорю, хочу сражаться, хочу сражаться. Бобок – ты великий демон, как бы я бы с тобой связывался. Мы ссоры, извини. Ты немножко ненурифицировал. И натянешь. Вот был такой интересный человек, это царь. Его звали Фунграфа, у него, как там все наши, там, Путлеры, Сталина, ну, как классическая схема тиража. И он в итоге объявил себя, значит, Богом. Ну, и разослал свои портреты, если его, как обычно, там, Кичи. Ну, и вот Кичи. Ну, и вот Кичи. Ну, то есть это классика какого-то там невероятного, невероятного божественного личности. Вот. Ему это, как любому нормальному диктатору, его это не хватило. И он услышал, что Кришна – его самофоли, и, в конечной итоге, не знаю, кто бы, скорее всего, спиральщик, в целом советов, он бросил Кришне вызов. Ну, вероятно, когда они услышали, что Кришна сбежала от какого-то, от какого-то больного подумка, ну, надо просить им вызов. И он написал, Кришне, такое письмо очень интересное. Там, там, есть такое письмо, там, казаки пишут письмо Кришне. А есть еще интереснее письмо. Кундрак Васутев пишет письмо Кришне. Он написал ему, что… А, там, несчастный надменный Васутева. К тебе обращается бог богов, там, величайший среди людей. Ну, в общем-то, я понимаю, что у него там были плохие феачи, если кто-то плохие. Ну, вот. И он написал ему, если до тебя это дошло письмо, ты должен, как бы, принять меня на бой. И он, действительно, в своем царстве доставил всех поклоняться семье. Ну, и ступлены любви, конечно. Типа, а вы кому поклоняетесь? А вы зачем спрашиваете? И Кришна, конечно же, он уничтожил множество демонов. И вот этот демон эгоизм, это было очень важно. Кришна не решил убегать от него. Кришна решил это правило принять его. Он написал, что, ну, хорошо, тогда приходится все в своей армии и посмотрим. И, естественно, царь заказал себе костюм, такой, знаете, японский самураи. У него был такой, там, в эпоху... В эпоху Мэйзи, даже не Мэйзи, а это. Когда уже Япония была введенная, в принципе, выливать было особо место. Но выливать приходилось, в самураи приходилось себе устровать себя. И вот они отделали днятик, стали себе делать такие доспехи, опять делали там шлемы все, там. То есть, ну, невероятно столько. Уже пошел, как говорится, непрактичный милитрик-дизайн, а пошел уже церемониак, какой-то декор. И вот, ну, вот это время удивительные доспехи там чуток не делали, вообще. Когда Смитонка на голове, там, такой, там, шапка Романаха, там, Петрова. Ну, вообще, доспех японский дошел до полного шизофеи. Ну, еще было интереснее. Когда и это время прошло, великие мастера, которые делали доспехи, знаете, что стали делать? Они стали делать механические милитры. И в Японии есть потрясающие, на всякие драконы, механические с тысячи чешуек. Это делали вот эти великие мастера доспехов, армора, которые, ну, они получили эти коллеры. А знаете, чем все закончилось? Вообще, вся, вся эпоха Смирать сейчас закончилась. Знаете? Сони, Тойота. То есть, их назвали Кокуми, мастера. Вот это же, виду, это блестящая японская краска, знаете такое? Это лака чешуи антрески. То есть, надо быть, столько японцев взять чешуи антрески, смешать чешуи с лаком и сделать это прямо новым делом. Если я что-то все японские решили приехать. То есть, они вот эти вот все идеи переносили сначала военное, потом вот церемониальное, потом в вак. Потом они учатся технологии, там, машины, автомобильные. Это тоже вполне. Поэтому они, как бы, собственно, были очень маленькой такой нацией, блинной нацией, составили все эти технологии и не смогли из них сделать то, что тот феномен, который создавал. Вот. Но возвращаемся к Тондураку. Это все дело. Он, конечно, тоже очень таким официозным царем. И он тоже заказал себе арморный аспект. Такой, короче, такой, как четыре руки. Пластмассы. Ноги, пластмассы. Позолоченные. Там, там, шле. Там, там, не знаю. Там, там. Там, там.